Так легкая карма преодолевает своими силами. Воспаление легких вылечило... Вот, Олег Иванович, у меня была тяжелая карма у ребенка, это мне женщина одна сказала. У меня была тяжелая карма воспаления легких у ребенка, и я вылечила его. А вы говорите, что надо к врачу обращаться. Я говорю, значит, у вас была легкая карма. Как это легкая? Но если вы сами вылечили, это легкая карма. А вот если вы сами не смогли вылечить и обратились к врачу, то это карма средней тяжести. Но вы можете обратиться к врачу неправильно, потому что средней тяжести карма своими силами уже не преодолевается. Она преодолевается с помощью молитвы. Сначала человек молится, и сердце чувствует победу над болезнью ребенка. В виде спокойствия в сердце, что все будет хорошо. А потом дальше, если он молится еще чуть-чуть, он начинает чувствовать, куда идти лечиться. У него появляется доверие к какому-то врачу в сердце. Или это может произойти через добрые дела, которые вы совершили по отношению к кому-то. Если вы кому-то добрые дела делали, заботились о каком-то человеке, вы можете ему позвонить и сказать, «Слушай, не знаю, что делать. У меня у ребенка воспаление легких». Почему вы не знаете, что делать? Потому что на вас карма навалилась. Первое, что она делает, отшибает знания. Вот интересно знать, что я такой рассудительный, но когда на меня карма наваливается, я обращаюсь к своим друзьям или к старшим, чтобы они мне помогли, советы дали. И даже иногда не обязательно, чтобы кто-то что-то говорил. Просто нужна сила, понимаете, нужна сила. У нас разок были трудности в отношении к женой, мы пришли к наставнику. Он тоже женатый человек. И он меня увидел, так обрадовался, улыбается. Я говорю, ну мы пришли по делу. Он говорит, так, садистовая. А вот жена в это время готовила, она как бы готовила, чтобы накормить нас. И я такой начал рассказывать, какие трудности у нас. Потом жена начала рассказывать. И он все это время улыбался. Улыбался, улыбался. Смотрел на меня глубоким взглядом таким, возвышенной личности. И по мере рассказа я успокаивался. То есть он побеждал с помощью любви мою судьбу тяжелую. И когда я все рассказал уже, в общем-то, мне ничего и не надо было уже говорить. Точно так же произошло с моей женой. Но интересно, что произошло дальше. Это было удивительно видеть. Никогда не забуду этот момент. Когда мы все рассказали ему, он продолжал как улыбался, так улыбался. Ничего не изменилось. И он сказал, а теперь пойдемте за стол. Мы-то рассказали, чтобы он нам что-то сказал. Но он ничего не стал говорить. Мы пошли за стол, а потом вышли и такие счастливые пошли. Все. Все вопросы были решены. Вопросы всегда возникают просто потому, что трудности отшибают разум. Когда у человека трудности в жизни возникают, у него нет сил понять, что делать. Ему нужна просто помощь. И когда хороший человек добрый, с любовью что-то сказал, сразу стало легче и сам начинаешь понимать, что делать. Нет проблем. Поэтому не обязательно даже говорить. Нужно просто передавать любовь. И самое ценное в этом мире это любовь. Нам не хватает только любви. И люди искренне думают, что любовь находится в собачке, в кошечке, в жене. В том, кого можно вот помять, что такое вкусненькое, хорошенькое, там любовь, все. Так вот, знаете, что если вы кого-то мнете, как бы, и из него выделяется любовь, то это называется не любовь, а просто наслаждение. А энергия, это дается по судьбе, кстати. Вот сколько по судьбе положено, столько из жены можешь и выжить наслаждение. А больше ничего не получишь. Из мужа тоже, тоже муж такой крепенький, такой. Вот сколько положено, столько и сможешь. А больше ничего. А если говорить о любви, то она возникает в результате отношений со святостью. И вот эта энергия любви, она самая ценная в нашей жизни. Это самое ценное чувство. Потому что она, только она, не наслаждает и убаюкивает сердце. И уводит его от проблемы, трудностей. И усыпляет его на фоне трудностей. Настоящая любовь побеждает судьбу. Она сердце успокаивает сначала и дает ему надежду, а потом знание. И поэтому мама, у которой ребенок заболел воспалением легких, она сама не вылечила. Она должна садиться и молиться. И долго не надо. Ее будет тянуть на телефон быстрее. Ну хорошо, если ты не можешь молиться, но ты делаешь добрые дела, позвони человеку, которому ты всегда в жизни помогала, заботилась о нем. И он тебе скажет, куда идти. Он тебе через него придет знание, кто вылечит твоего ребенка. И тот, и другой путь правильный. Один путь – это постоянно заботиться обо всех. И Бог будет действовать через людей. А второй путь – это молиться святому человеку. А лучше идти, иметь эти два пути сразу. Это еще будет сильнее в жизни. И дальше врач вылечивает человека. Причем неизвестно, какой врач. У одного святого человека был такой случай. У него был приступ сердечный, он был пожилой. И он попросил Бога помочь. И ученики нашли врача. Врач пришел, религический врач, но оказался пьяным. Ученики, когда увидели, что от него перегаром пахнет, они решили его выпинуть оттуда. Но он, этот святой человек, был мудрым. Он почувствовал, что Бог что-то хочет сказать через этого человека. Потому что все люди, которые говорят, они всегда просто являются орудиями в руках Бога. Или не являются. Это все зависит от желания Бога уже самого. Я всегда в этом случае привожу такой пример. Кто из вас видел сон, в котором я вам что-то посоветовал? Поднимите руку. Я этого не делал. Честно вам говорю. Не приходил. Это Бог так делает всегда. Он действует. Так вот, надо вот это вот усвоить в своем сердце, что помощь приходит из труда вот этого сердечного. Мы должны учиться строить отношения со святостью. Некоторые говорят, а я даже не знаю, что говорить-то. Ему ничего не надо же, святому-то человеку. Вот вы и ошибаетесь. Потому что у него также есть потребности, как и у нас, только другие. Например, он хочет, чтобы вы помогли ему сделать всех счастливыми. Например, если вы повторяете, я желаю всем счастья. Счастья означает, чтобы они вышли из суеты и депрессии и вошли в состояние служения. Потому что существование сейчас или счастья, существование сейчас, прямо сейчас, возникает у тех людей, которые находятся в настроении души или служения, или благодарности, или веры. То есть, понимаете, душа служит по-разному. Она просто может верить и служить. Она может быть благодарной и служить. Она может прославлять и служить. Она может заботиться и служить. Она может помогать и служить. Она может беречь и служить. Берегу тебя, берегу тебя я, и хвалю тебя, и хвалю тебя я, и люблю тебя, и люблю тебя я. Ну, то есть, так она должна действовать, понимаете, хвалить, беречь, любить. Это называется служение. Душа, она может так делать. И Бог дает нам такое чувство между мужчиной и женщиной, что вначале, когда мы еще не обнаглели и не требуем счастья себе, именно это чувство возникает, настоящей любви, чистой и светлой, а потом в результате наших корыстных желаний по отношению к близкому человеку, оно превращается в вожделение. Вожделение это означает эксплуатация любви, это то, что Богу не нравится. Вот если ты мне будешь вот это делать, я тебе тоже буду делать, а если не будешь, я тебе не буду. Это уже не любовь, понимаете? Богу не нравится, страшно. Вот так надо относиться к святому человеку. Я хочу тебе служить, хочу выполнять твои наставления, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Прямо сейчас начни служить. Счастье означает сейчас, не завтра, не послезавтра. Я завтра помолюсь, сегодня что-то устало. А, счастье сейчас хочешь же, да? Счастье сейчас, а молиться завтра, да? Нет, сначала деньги, потом стулья. Так не бывает. И тяжелая карма означает, что врач не помог. Вот молилась, все правильно, показали врача, пришла, полечилась, не помог. Что это означает? Ты получила знание через этот поступок, что это тяжелая карма. А если бы не ходила никому, так не получила бы знания. Это значит, что врачи не помогут. Тяжелая карма означает, врачи не помогут. А кто поможет? Святые люди помогут, святые места помогут, останки святого человека помогут. То, во что ты веришь из этой сферы, поможет при тяжелой карме. Но есть еще другая карма, называется непреодолимая. Непреодолимая карма тоже нужна. Человек молится, у меня болезнь, он молится, начинает лечиться сам, не помогает, начинает лечиться с помощью врачей, не помогает, начинает священники лечиться, священники, не помогают. И дальше он продолжает молитву. И что приходит к нему в сердце? Знание о том, что я хочу, чтобы ты не в этой жизни двигался со мной, нашей судьбой, а в следующей. Что тебе пора уходить из этого мира. Когда человек получает этого знания, то интересно знать, что в это время у него не возникает ни чувства, что все плохо, ни страх, ни отчаяние, ни неприязнь, ни раздражение, а благодарность. И все. Удивительный случай, буду вновь и вновь рассказывать. Этот случай мне Бог дал для того, чтобы я его потом рассказывал другим. Я когда был в святом месте, одна возвышенная девушка подошла ко мне, попросила помочь своему отцу. Отец болел раком лимфатических узлов, и он даже не мог смотреть. Он был поражен полностью этой опухолью, и метастазы по всему телу, и в голове два метастаза не давали ему даже думать. То есть он был в беспамятстве, лежал просто вот так с открытыми глазами. И я думаю, ну я что могу, то сделаю, что я могу. Я попробую. И начал искать. Я тогда верил, что кора деревьев лечит рак. Она действительно помогает, но не во всех случаях. Сейчас мы начали работать с корнями деревьев. Это мой могущественнейшая методика. Реально корни своей энергии огня воздействуют на опухоли. И это мощный метод. Ну тоже как бы мы сейчас изучаем его только. Идем в этом направлении. Вот. Но тогда я изучал для нее коры. И Бог удивительно поделил. То есть кора, если очень точно подойдет, она может влиять на опухоль. И я как-то нашел это дерево, которое ему должно подойти. Нашел эту кору, начал ставить. И у него быстро начала опухоль таять. Ну то есть через две недели он начал соображать уже. У него прошли метастазы в голове. И потом дальше начали рассадаться одни за другим метастазы по всему телу. И я когда его спрашивал, говорю, как вы чувствуете, вы вылечитесь или нет? Он смотрел на меня, говорит, я не знаю, что тебе сказать. Я сейчас молюсь Богу и спрашиваю его каждый день, чего ты хочешь? Чтоб я здесь тебе служил или там? И он мне пока не дает ответа, не знаю почему. Я-то как бы вылечен. Все, то есть я-то хотел победы. А он хотел знания. Он хотел понять, чего Бог хочет. Потому что это очень возвышенный человек, необычный человек. И в какой-то момент, когда уже почти не осталось этих метастазов в теле, они прям некоторые под кожей были и на глазах прям рассасывались. Можно было и так почувствовать, тонким видением и грубым. То есть видно было, что человеку помогает. И у него аппетит появился, он ходить начал. Ну все, восстанавливалось. И в какой-то момент вдруг, неожиданно, при постановке коры ему становилось плохо. Я почувствовал, что как будто вот эта сила, которая лечит его, она закончилась. И я был в шоке. Я не знал, что делать. У меня в этот момент, у меня микросхема выключилась, я был в недоумении. Я не знал, что делать. И он улыбался, смотрел на меня, говорит, что ты волнуешься, все нормально. Я говорю, в смысле? Он говорит, я получил ответ. Он сказал мне, что Бог хочет, чтобы он ему служил в другой жизни, не в этой. И он сказал, что видишь, ничего не получается, давай не будем лечиться больше. Он предупредил своих друзей, соратников духовных, что вот в такой-то день нужно прийти и молиться вместе с ним. Им нужна будет помощь. И в этот день они весь день молились. И потом начали молиться ночью. И среди ночи, где-то посреди ночи в состоянии глубокого счастья, с улыбкой на лице, он оставил этот мир. Когда человек так оставляет мир, он уходит в духовный мир, где нет страданий. Это значит, все экзамены своей жизни он сдал. И когда он ушел из жизни, лицо его сияло. Как будто бы лампочку включили изнутри. Вам понравилась такая жизнь? Почему бы вам так не начать жить потихонечку, в этом направлении двигаться? Я отвечу на этот вопрос. Проблема заключается в том, что мы очень сильно скованы своей обычной жизнью, которой мы живем. Эта скованность означает, что у нас есть необходимость сейчас вот это делать. Я с утра встаю, мне надо готовить. Какая молитва? Вечером стираться, днем работать. У меня нет времени на молитву. Я тогда задаю вопрос, а если вы полюбили человека, и вы не замужем, и вы пойдете на свидание, или у вас тоже нет времени? Не, ну на свидание-то, конечно, найду время. Что это значит? А это значит, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть, понимаете, проблема наша заключается в том, что мы скованы жизнью. И эта скованность, она не от того происходит, что нам, у нас нет времени молиться, а потому что у нас нет сердечной потребности это делать. Ведь у нас же есть сердечная потребность чуть-чуть хотя бы посмотреть Санта-Билиберду. Ну, чуть-чуть там, 20 минут в день. Или мертвые не потеют, там у каждого свои как бы телесериалы по кабельному телевидению. Или кабельному, извините, неправильно сказал. У каждого свои телесериалы. Но это же все просто пустая трата времени. Ведь настоящая жизнь начинается тогда, когда человек не смотрит телесериал, а его создает в своем собственном сердце. Надо счастье телесериал сделать внутри своего сердца, чтобы жизнь стала вот такой красивой и радостной, чтобы можно было ее смотреть прямо изнутри. Зачем смотреть по телевизору, когда можно изнутри? И для этого надо свою жизнь соединить со святостью хотя бы чуть-чуть. Порвать себе это вот желание обыденности, заставить себя хотя бы минуту в день это делать. Минуту в день, потом две захочется, я вам гарантирую. Аппетит приходит во время еды. Проблема не в том, чтобы минуту найти. Вся проблема в переключении сознания. Очень трудно переключиться. Очень трудно встать с постели, а потом нет проблем. Очень трудно сказать себе, не хочу переедать на ночь, а потом нет проблем. Очень трудно просто сказать себе, выключай телевизор, а потом уже нет проблем. Вот момент переключения самый сложный. Очень трудно уйти в соседнюю комнату, когда начинается ругань, а потом уже нет проблем. Проблема в этом моменте переключения, понимаете, когда действует карма, она душит нас желаниями и обыденностью. Она душит нас тем, что у нас есть стереотип определенный, что я должна сегодня делать это. Но хорошо, никто не против этого. В это время молись. Если ты говоришь, что у тебя вообще нет ни одной свободной минуты, тогда вот в это время и молись. А мне некогда молиться, я должна по телефону разговаривать. Хорошо, если тебе некогда молиться, тогда встань наушник в ухо с молитвой. И между разговором вспоминай об этом. И это даст тебе победу над судьбой. Даже это даст тебе победу над судьбой. Если ты не можешь вставать рано утром, я уже несколько раз напевал, могу вам включить напевание. Вот сейчас прямо напою. Напою мелодию, под которую вы будете вставать. «Вставай, проклятием заклеменный!» Все, запишите себе на телефон. Несколько раз. И проклятие – это просто наше нежелание. А у меня тоже такое же проклятие заклеменное. Это тоже точно так же. Все то же самое, понимаете? Не, ну лучше, конечно, другую какую-нибудь мелодию. Например. «Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена». Ну, что-нибудь хорошее. Вот. Но еще лучше звук, голос какого-то священника, святого человека, чтобы он активизирует жизнь, правильную жизнь. Некоторые люди не могут заснуть. Я вот дал совет, простой совет. Знаете, бессонница у многих прошла. Надо повторять перед сном просто молитву раз двадцать. Очень внимательно ложиться спать. И не думать о том, чтобы заснуть. А просто начать повторять молитву. Это очень сложно сделать в это время, когда бессонница. Но если вы начнете внимательно повторять молитву шепотом, на двадцатый раз вы успокоитесь и заснете. Потому что бессонница означает, просто не хватает счастья. Нужен контакт с источником счастья. Человек не может заснуть, потому что пока в уме нет счастья, он мечется, он хочет счастья, счастья, ему надо его где-то найти. И поэтому не спит человек. Думает, думает, где счастье, где счастье. Вот. Вот честное слово вам говорю. А вы начинайте просто контакт с установили, с источником счастья. Двадцать раз повторили и все. И заснули. Все. То же даже просто заснуть нужно, контакт с молитвом. Поэтому люди перед сном молились. С утра проснулся, тоже надо же встать в постель, а не можешь. Почему люди с утра-то молились? Для того, чтобы вдохновить себя на жизнь, получить контакт с Богом. Чтобы пища не оскверняла, чтобы плохую силу пища не несла, потому что человек может готовить, допустим, думать о плохом. 50% энергии пищи – это мысли того, кто готовит. Можете проверить. Взять и возьмите, человек в алкогольном опьянении готовит, и человек готовит с молитвой. То же самое, одно и то же блюдо. Пробуйте. Вкус абсолютно разный. Не потому, что технология питания нарушена. Они могут то же самое делать. Проведите эксперимент. Вкус на 50% зависит от того, кто готовит. Вот сегодня девушка и парень, такие возвышенные, чистые, с молитвами пришли. Мы приехали уставшие, начали готовить. Готовили, готовили. Так вкусно. Я ел, ел. И уже их хотел съесть уже. Такие они сладкие, вкусные. Думаю, пригодятся еще. В следующий раз же приеду. Да, человек с молитвой готовит. Это необыкновенно вкусно. Невозможно как бы остановиться. Наполняется человек силой такой пищи. Но если вы питаетесь в ресторане где-нибудь, где для денег готовят, они могут улыбаться вам ходить, но эта пища не приносит глубокого счастья. Она питает только тело. Она может быть сытной, вы наелись, все. Но счастья внутри нет. Почему? Потому что счастье это не телесная штука, это душевная штука, душевная. Нужно другую жизнь в себе организовать, в своей судьбе. Один в Ижевске, один человек православный, он меня зовет остановиться у него дома с женой. Они такие замечательные люди, мы с ними общаемся на много тем разных. И он рассказывал мне, что он ездил на Валаам, вот в поисках этой душевной чистоты. И он искал, искал, он объездил все монастыри, и он видел все, монахи, чистые люди. Но сердце его еще не наполнено. Он еще и дальше, и дальше. Он приехал, уже все объездил. Ему хотелось вот этого чистого вкуса почувствовать. Ему хотелось вдохновиться, почувствовать чистоту, чтобы потом вспоминать это во время молитвы. Он так Бога просил об этом. И когда они уже везде проехали, и уже был поздний вечер, они пришли в монастырскую гостиницу, и к нему подошел монах такой скромный, который следит за этой гостиницей. И он говорит, вот я хлебушек испек с молитвой своими руками, а вот молочко от моей коровки, которое я с любовью для тебя подоил, пожалуйста, покушай. Ну, знаете, по Эльвиде молоко с хлебом на ночь вообще отстой полный. Ну, то есть перегрузка организма конкретно идет. И он это знал. И он подумал, ну, Олег Геннадьевич уже спит, а я голодный. И взял молочко освещенное, с хлебушком освещенным. Когда он ел, у него слезы из глаз пошли отчасти. Он понял, зачем он объехал все эти места святые, чтобы Бога найти в сердце этого человека, который просто с любовью его накормил. Пищей, которая наполнилась Богом немедленно от такого поступка. Когда он мне об этом рассказывал, я, знаете, о чем подумал? Если бы я там был, я бы тоже предал Олега Геннадьевича. Сто процентов. Я бы съел, наверное, в пять раз больше этого хлеба. Потому что у меня такое событие в моей жизни уже было. У меня была ситуация, когда я попал в одно удивительное место. В этом месте есть... Это место называется Шрирангом. Это такой храмовый комплекс огромный. Там сидит в одном из залов забальзамированный святой, который сказал своим ученикам, что 800 лет я буду давать вам наставление после своего ухода. Они его забальзамировали, его тело, и подтверждение тому, что он там в теле находится, у него растут ногти. Каждый месяц они срезают эти ногти. Это Романуджачаря его зовут, этого святого. Я был в этом месте, видел его удивительное сияние исходит от этого. Забальзамированный, прямо сидит. Он сидит прямо посреди комнаты. И дает наставление на тонком плане своим ученикам. Каждый день. Но там есть еще одно удивительное, что меня поразило до глубины сердца. Так как я не ученик этого святого, я не получил глубокие реализации от него духовные. Для этого я должен был ему служить. Но вот есть еще другие вещи уникальные, которые просто как милость идут. Милость означает то, что мы не понимаем. Вот мы хотим счастья в этом мире. А в этом мире есть только труд, который дает возможность быть счастливым. Но есть еще кое-что. Так как Бог – это личность, поэтому иногда Он просто так дает свою любовь. Просто так. Понимаете? Без всяких каких-то особенных заслуг. И в этот день я не знал, что я получу такую милость. Я просто пришел, прогодолдался, пришел в местную столовую храмовскую и увидел одного священника. И я всегда любопытный человек. Я его спросил, а как вы готовите? Он говорит, мы готовим с любовью, с молитвой и на травах. Получается благостная, вкусная пища. Покушай. Я говорю, а сколько стоит? Я, по-моему, назвал просто смехотворные деньги какие-то. Знаете, за которые просто там, ну, такая пища стоит, наверное, намного-намного дороже. Ну, я просто купил себе покушать, сел, отошел в сторонку, сел. И дальше произошло то, что я никак вообще не ожидал. Я, когда начал кушать, этот священник подошел ко мне, сел напротив меня. И начал смотреть на меня с глубокой любовью. Когда я кусал, он радовался. С любовью смотрел на меня. И мое сердце наполнилось необычайным восторгом. Я не мог его даже описать. Я почувствовал такое счастье необыкновенное от этого человека. И он мне сказал, он увидел это, сказал, много поколений подряд мы живем здесь вот такой простой жизнью. Мы просто готовим людям кушать. И не требуем от жизни ничего другого. счастье свое мы получаем от отношений с теми, кто кушает. И улыбнулся. Потом произошло следующее. Мы были еще в другом святом месте и проезжали через это место поездом. И поезд неожиданно остановился на 4 часа. Там кого-то пропускал, всех предупредили. 4 часа у вас есть. Через 4 часа мы тронемся. до Ширангама было 2 часа туда, 2 часа обратно. И я рванул. Взял рикшу и рванул. То есть я набрал ведро этой пищи. То есть я был просто в состоянии полного безумия. Наверное, духовного. Я набрал ведро этой пищи и побежал опять на рикшу и поехал. И я запрыгнул буквально на ножку предпоследнего там вагона. То есть я бежал и мои ребята уже как бы не ждали меня. Они думали, что я опоздал на поезд уже. Не знали, что делать. Я без паспорта ломанулся. Вот у меня не было ничего с собой. Денег только на еду. И мы весь этот поезд и днем, и вечером, и ночью лопали эту освященную пищу. Без всякой айурведы. Просто в состоянии полного счастья. Понимаете? Без всякой айурведы. И мы были полностью счастливы и все переваривалось классно. Таким образом, в жизни человека есть карма. Это события, которые возникают в результате наших поступков. Иногда счастье, иногда страдание. Невежественная жизнь означает ждать счастья в жизни. Когда люди так живут, ожидая счастья, они живут просто в мечте. И означает, всегда страдают. Постоянно. Если девушка хочет выйти замуж, ну ничего не делает для этого. Просто мечтает замуж. Она будет несчастнейшим из людей. Если она всю жизнь промечтает, она никогда не выйдет замуж. Что нужно делать? Сейчас я вам расскажу. Нужно оставить свою мечту в покое. Эта мечта указывает на жизненный путь. Человек всегда мечтает о том, куда идет течет жизнь. Если есть мечта о замужестве, значит, оно будет обязательно это замужество. Что бы астрологи не сказали. Но мечта – это просто направление жизни. Не надо путать ее с жизнью. Не надо смотреть на дорогу, надо по ней идти. А идти по дороге для женщины означает отказаться от желания любви и начать служить этой любовью. Женщина соткана из нежности, заботливости, доброты, снисходительности, способностью прощать, способностью ценить человека и верить в него. Таковы природные женские качества, которыми она природно хочет наслаждаться в жизни. Поэтому она требует от близкого человека, от мужчины, нежности, заботы, ласки, внимания, любви и верности. Так вот, женщина должна оставить эту идею в своем сердце. Она должна учиться всем. Сразу женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, если бы было кому служить, я бы дарила. Нет, это неправильный подход жизни. Надо дарить свою любовь тем, кому Бог уже дал. Дал подружек им служить с любовью, дал родителей им прощать, служить с любовью, дал собачку ей служить с любовью, дал еще кого-то там, деревца во дворе, там, птички. У меня знаете, как мама вставала рано, много лет подряд? Знаете как? Она кормила синичек, и эти синички прилетали, я видел своими глазами, и вот так в окно, в ее комнате. Пока она не встанет, и не насыпет хлеба, они не успокаиваются, носом. Стук страшный, как будто канонадо идет. Они помогали, и они прилетали всегда, рано утром. милость она получила от птичек таким образом. она вставала рано всегда, просыпали, они ее будили, любовь будет человеком. Когда женщина начинает служить, это очень трудно женщине сделать, потому что хочется же счастья, а не отдавать его хочется, хочется брать все время. Это очень трудно, для женщины очень трудно быть нежной, заботливой, ласковой, потому что, если чуть-чуть кто-то не среагировал правильно на это, возникает обида, и вообще не хочется больше ему ничего не делать. Я нежная такая, он вообще, Лидий Геннадьевич. Надо перебарывать в себе это чувство и опять служить, прощать, опять служить, идти вновь и вновь, заботиться о всех вокруг, быть золушкой, не желать себе награды. Постепенно вы заметите, что мечты уходят. И вот это чувство «хочу замуж» успокаивается в сердце. Это не значит, что оно пропадает, оно просто перестает мучить. И когда оно совсем успокоится в сердце, чувство желания замуж, у вас появится необыкновенная для женщины склонность смеяться над мужчинами. Когда девушка хочет замуж, она не смеется над мужчинами, она смотрит на них вот так. Когда на мужчину вот так кто-то смотрит, ну, значит, сильно хочет замуж. Но этот взгляд вызывает желание убежать куда-нибудь подальше. то есть жажда вот семейной жизни от женщин, когда идет, то мужчины разбегаются в разные стороны все. Им страшно даже смотреть этот взгляд. Но девушка служит всем, заботится обо всех, постепенно желания успокаиваются в его сердце, и она начинает радоваться всем в жизни. И на молодых людей она смотрит как? Пренебрежительно! И с радостью! И тогда что происходит? Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Она начинает выбирать. Там подмигнула, там помигнула, все такие. Сбежала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. И среди них будет только один человек, который будет достоин вашей любви. Он будет вести себя спокойно рядом с вами, сдержанно. Вы почувствуете, что это ваш человек. Такой путь. Сразу возникает вопрос, а когда, Олег Геннадьевич? Когда? Замуж. Подскажите. Видите, она задает вопрос, когда замуж? Подскажите, Олег Геннадьевич. Не знаю, когда сдадите экзамены. А вы хотели от меня что получить? Все-таки сначала стулья, потом деньги, да? Нет? Могу вам сказать точно, скоро. Хорошо, еще открою вам один секрет. Если девушка не имеет хорошей судьбы на то, чтобы выйти замуж, то она все равно может выйти замуж, но для этого она должна заниматься духовной практикой и иметь друзей или подружек, которые будут искать ей мужа. Вот искать ей мужа, прямо реально. То есть, они должны этим заниматься, должны спрашивать молодых людей и так далее. И тогда она все равно выйдет замуж по милости этих людей. Это называется уже средней тяжести кармы. А если друзья не могут найти мужа, то тогда девушка должна начать очень интенсивно заниматься духовной практикой и вообще забыть о женитьбе, предаться Богу. И тогда она расцветет в этот момент и станет замужем. Но если у ней непреодолимая карма у девушки, то тогда, служа Богу, он даст ей в сердце знания. Удивительное знание, которое я только один раз в своей жизни услышал. Одна девушка прошла все эти три этапа. Она служила сначала, потом ей помогали выйти замуж, потом она предалась Богу, жила как монашка, но она не смогла выйти замуж. И она подошла ко мне и говорит, а что теперь делать? Я говорю, слушай, тебе надо в монастырь, у тебя другая судьба. Ты должна быть монашкой в жизни, а не замужем. И знаете, на ее лице наступило такое сильное сияние счастья, и она сказала, а я с детства это знала. Спасибо вам. И пошла как бы выполнять это желание в сердце. То есть, когда Бог чего-то хочет от нас, в этой жизни нет поражений, просто есть правильный путь. Иногда этот правильный путь очень тяжелый, но всегда правильный путь победоносный. У меня есть один соратник, друг, у него пропало зрение и пропадает слух. У него такая болезнь, что сначала пропало зрение, а теперь пропадает слух. И этот человек, он настолько глубоко погружен в отношения с Богом, что он стал очень ценным человеком, с ним хочет, хотят все общаться с ним. Мы поселили его в нашей общине, он живет как монах и у него куча работы. То есть, ему не надо трудиться, что-то работать, деньги зарабатывать. У него куча работы, все приходят к нему за советом. И Бог остановил у него глухоту, вот это развитие света заплевает. Так как он сдал себе свой экзамен, зачем его делать глухим, бесполезным человеком? Правильно? Слепым и еще глухим, зачем? Как растение. он оставил ему, сохранил слух для того, чтобы он помогал людям. Теперь у меня к вам вопрос. А может такой человек быть счастливым? Ну, какое счастье, если нет зрения, человек не видит этот мир. Как прекрасен этот мир, посмотри. Почему вы так говорите? А потому, что он сдал все свои экзамены, а в этом мире несчастен только тот, кто не хочет идти на ту гору, которую ему дал Бог в этой жизни. А этот человек взошел на эту гору, он принял такую жизнь, и поэтому он счастлив бесконечно. Он гораздо счастливее, чем мы с вами, которые хотят поблажек в жизни и узнать время своего замужества. мы не хотим работать, мы хотим результатов постоянно, непрерывно, только одних результатов в этой жизни. Это называется скупость сердца. Вот сейчас наступит в России тяжелейший период, который будет длиться не меньше года. Это точно уже, сто процентов. И все, кто скупо настроены, они все в этот период будут разбиты судьбой полностью. просто их жизни расплющат. Но те, которые хотят принять свою жизнь, они будут счастливы и получат знания и мудрость в этот период. А зачем судьба их расплющит, этих людей? А для того, чтобы они поняли, что они неправильно настроены, только для этого. Если они восстанут против такого настроения и начнут правильную жизнь, опять они получат победу. В этом мире нет поражений, есть только одни победы. Просто есть упрямые люди, которые не хотят правильной жизнью жить, есть сильно упрямые, есть бесконечно упрямые. Понимаете? Итак, существует четыре вида кармы. Легкая, средней тяжести, тяжелая и непреодолимая. Все они даются как экзамены для тех людей, которые именно в такой жизни и нуждаются. Поэтому не надо думать, что если у меня такая судьба, значит это что-то неправильно. Это просто то, в чем ты именно нуждаешься. Если у вас муж пьяница, это именно то, в чем вы нуждаетесь. Если близкий человек инвалид, вы заботитесь о нем. Именно то, в чем вы нуждаетесь. Если вы сами инвалид, именно то, в чем вы нуждаетесь. Если вы заболели злогачественным заболеваниям, именно то, в чем вы сейчас нуждаетесь. Я вам расскажу одну историю, которая произошла три месяца назад и поразила меня долгубленное сердце. Это секретная история. Меня мои помощники просили не рассказывать. Я рассказываю вам по секретности. У нас есть одна знакомая, которая лечится у нас от злокачественной опухоли. Ей потихоньку помогала. Это длилось года три, наверное. И прошли метастазы, там потихоньку опухоль уходила. Мы так уже все расслабились более-менее. И она перестала носить кору, перестала так... Ну, в общем, она уже даже переносила, наверное. Уже и тяжело было это делать. И... Мы расслабились все. И вдруг она почувствовала сильную слабость. И хуже, хуже, начала худеть. Мы решили сделать обследование немедленно, полное. И увидели кучу просто метастазов во всем теле. То есть не было места без метастазов. Все было поражено метастазом просто. Когда привезли ее муж, привез ее ко мне, она не могла ни ходить, ни толком есть даже. Она была вся белая, как полотно. И этот удивительный человек, ее муж, бесконечно восхищаясь этой личностью, он начал бегать везде, искать разные корни, разные средства. и он был настолько сильно погружен желанием помочь. В молитве жил постоянно. Что... Я много узнал вообще о лечении из-за этого заболевания, тяжелейшего, благодаря его усилиям. Врач обычно замкнут в своих методиках. Ему трудно как бы что. Но тогда я видел, что мои методы не помогают. И он не открывал все новое, все, что есть в медицине, вот ценного для диеты, там и правильного лечения этого заболевания. Он мне все показывал. И благодаря его этим усилиям мне удалось понять, что делать с этой женщиной. Не говорю, что я во всех случаях могу помогать таких. Но вот в этом случае я получил знание в сердце, что делать. И она начала оживать. У нее начали проходить. Сначала начала глотать. Она не могла глотать. Она начала дышать нормально. Она не могла нормально дышать. У нее потом прошли все боли в организме. Потом она начала ходить, начала кушать нормально. Начала двигаться хорошо. То есть она полностью восстановилась. Но снимки показали, что опухоль пока ее так же много в организме Но при глубоком исследовании мы заметили, что внутри эти опухоли, эти очаги опухоли как бы перерождаются в здоровую ткань То есть идет улучшение Я не знаю, что будет дальше с этим человеком, но врачи как бы говорили 3 недели, она уже живет 3 месяца Благодаря его любви, и она становится все лучше и лучше с каждым днем, она не слабеет У ней был гемоглобин 70, сейчас 110 и так далее, идет улучшение, понимаете, на фоне вот такого И постепенно идет улучшение Видите, даже иногда в таких случаях, когда абсолютно неизлечимая болезнь, но есть любовь, есть святость рядом, есть чистота и сила Она может победить, может возникнуть победа Понимаете? Поэтому мы не знаем, чего нам дает жизнь Может быть у вас тяжелейший период жизни, вам кажется, что это невозможно победить Вам надо идти все равно своим путем победы Все равно нужна молитва, все равно нужно служить людям Все равно нужно думать о святости И постепенно вот эти 3 этапа, 4 этапа судьбы вы пройдете Сначала вы пройдете этап своих усилий и поймете тогда, кто вам может помочь Потом этот человек вам будет помогать и вы поймете, что делать дальше А дальше это предание Богу А дальше, если это неизлечимое заболевание, Бог скажет, что будет дальше в вашей жизни И это сделает, принесет счастье, потому что счастлив тот, кто знает, кто обладает знанием Даже уход из тела не является проблемой Человек, который обладает знанием, он не боится ухода из тела Но это уже для нас сложно понять Большинству людей невозможно это понять Но когда человек сдал все свои экзамены В этом мире нет для него страданий и страха Он всегда счастлив и победоносец всегда, понимаете, он всегда победил Но хочу вас успокоить Вряд ли, что хотя бы 2 или 3 человека в этом зале имеют непреодолимую карму В основном у всех все будет хорошо уже в этой жизни Не волнуйтесь Уже в этой жизни Субтитры сделал DimaTorzok